ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Давай, вставай, стартовую снимай. Всем привет, это Орел и Решка. Чудеса света. И мы прилетели к водопадам Игуасу. Игуасу. Да нет, Игуасу. Игуасу. Какая разница, но есть вещи, в которых постоянно путаешься. Игуасу, Игуасу, Алина, Регина. Ну это смешно. Подбрасывай. Орел? Решка. А ну, я прям… Большой орел полетел к большим водопадам. Игуасу – самое громкое чудо Южной Америки. И самая большая система водопадов в мире. Главное чудо Игуасу в том, что это не один водопад, а почти 280. И чтобы их увидеть, нам придется за один уикенд побывать сразу в трех странах – Бразилии, Аргентине и Парагвае. Такого чуда у нас еще не было. Нет! За эти выходные я планирую посетить и Аргентину, и Бразилию. Поэтому заранее задумался о машине и взял ее в рентале. Пошли, красотка, прокачу. Машина – самый удобный способ пересекать границу. Приезжаешь, ставишь штамп в паспорте и едешь на водопады. У меня денег на машину нет, поэтому я останусь в Аргентине и начну путешествие к водопадам с аргентинского города Пуэрту и Гуасу. Для тех, кто хочет быстро пройти квест под названием «Доберись до города», я подготовила несколько советов. У автобусов здесь нет расписания. Они все привязаны к рейсам прилетов. Их сегодня 15. То есть у вас есть 15 автобусов, чтобы уехать. Но тут важно не мешкать, потому что можно опоздать. Не тратьте время на поиски обменки. Ее попросту здесь нет. Берите ваши доллары и в билетную кассу. Здравствуйте. Один билет на автобус, пожалуйста. Я не смогу разменять вам 100 долларов. У вас не хватает денег? Нет, к сожалению. А что мне делать? У меня только 100 долларов. Идите в магазин. Купив воду чуть больше, чем за доллар, я обменяла свои 100 баксов на местные песо. Такой себе курс, но теперь есть деньги и вода. А самое главное – купила билет на автобус за 4 доллара. Ну все, полчаса и я в городе. Пуэрто-Игуасу – это маленький аргентинский городок прямо на границе с Бразилией. Очень милый в топающем зелени маленький городишко. Такая практически деревенька. Фух, тут по-бедному гулял бы и гулял. Но в этот уикенд я ни в чем себе не отказываю и отправляюсь смотреть водопады Игуасу с бразильской стороны. Потому что там виды круче. Значительно круче. А вот и граница между Аргентиной и Бразилией. В Аргентине штампован, осталось пройти границу Бразилии. Тут уже надо выйти из машины и пройти паспортный контроль. Поток туристов большой, поэтому долго на границе не держат. Несколько минут в очереди, пару штампов в загранпаспорте, чтобы хвастаться перед девчонками. И я в Бразилии. Ола, Бразил! Если бы не водопады, о маленьком колоритном городишке Пуэрто Игуасу никто бы никогда не узнал. А сейчас это точка притяжения миллиона туристов. Здесь они бросают свои чемоданы и едут смотреть чудо света. Но по дороге все обязательно делают остановку в одном удивительном месте. Это уникальное место Хито Трес Фронтерас или Место трех границ. Идем покажу. Это место, где можно одновременно увидеть сразу три страны. Бразилию, Аргентину и Парагвай. Я в шоке. Ребят, мы с вами находимся в Аргентине. До Парагвая рукой подать. А в Бразилию вообще при сильном желании можно даже прыгнуть. Соседи Аргентины тоже построили себе такие смотровые площадки. На бразильской стороне вход на смотровую площадку трех стран платный. Но заплатив за вход вы получаете кучу дополнительных развлечений. Можете перекусить в ресторане. Можете постоять с индейцем. Можете спасти девочку из фонтана. Ну давай, 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 дедка, руку, я тебя спасу. Ну, 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 давай. Можете поцеловаться с любимым человеком. И самое главное, вы можете увидеть две страны. Аргентину и Парагвай. Три страны настолько близко. А водопады Игуаса, кстати, вот прямо здесь. Между Аргентиной и Бразилией фактически. Туристы, у которых много денег, первым делом едут не на сами водопады, а на аэродром. Плюс бразильской богатой стороны в том, что здесь можно над водопадами полетать. Причем здесь это могут сделать туристы не только с безлимитной картой. Все просто, насобирали нужное количество желающих, скинулись на проезд и вперед. Настоящий туристический конвейер. Не хватает только этой женщины с билетной сумкой кассирша, которая будет кричать, водопады Игуасу! Кому водопадики Игуасу? Девочки-майчики-вертолетик через пару минут отправляется. Нет, этот вариант не для меня. Естественно, у меня будет эксклюзивный вариант. Вертолет на одного и более долгая вертолетная прогулка. Игуасу спрятался за зелеными шапками густых джунглей и выдают его только столбы белоснежного пара. Всем готовится открыть глаза и не моргать! Я вижу чудо света, мы приближаемся к водопадам! Игуасу – это не один водопад, а 3-х километровая долина, где бурный речной поток разбивается на 275 водопадов. Лечу прямо над чудом света! Все, жизнь удалась! Еще одно чудо Игуасу – это его радуги. Они не гаснут здесь круглый год. Это место считается самым радужным в Южной Америке. Слава того, что увидел водопад, так еще и появилась радуга. Два чуда по цене одного. Слушайте, ну я счастливый человек, у меня сейчас всего мурашивает, ну невероятно красиво. Но самое крутое зрелище – это водопад Глотка Дьявола. Почти две тысячи тонн воды в одну секунду обрушиваются с высоты 80 метров. Мощь такая, что даже внутри вертолета ощущаешь, как дрожит земля. Такой бурный поток размывает даже самые твердые скалы. Поэтому подкова потихоньку стачивается и смещается вверх по течению примерно на 3 миллиметра в год. Я вот нисколько не прогадал – это лучшая смотровая площадка, с которой можно увидеть водопады Игуасу. Лучшая! Мне уже тоже не терпится увидеть водопады. И чтобы к ним поскорее добраться, я приехала на автостанцию Перто Игуасу. На автобусной станции вы найдете десятки компаний, но цена везде одинаковая – чуть меньше 6 долларов в обе стороны, туда-обратно, поэтому беру. Ехать недалеко – всего 18 километров. 30 минут на автобусе, примерно столько же в очереди за билетом в парк, и вы увидите чудо света. Как видите, все мы равны перед чудом света, и даже с безлимитной картой все равно приходится стоять в очереди. Но я так уже хочу попасть на водопады. Извините, пожалуйста, я пройду, простите, мне только спросить честно, я по записи. Я говорю, ты еще молодой, ты еще увидишь их сто раз, я знаешь, сколько летел. Чего-то знает, сколько мне осталось. Ааа, нет. Еще одна очередь, на этот раз на автобус. А вот и первые плюсы аргентинской стороны. Во-первых, очередь короче, а во-вторых, билет дешевле на 4 доллара. За красивыми видами с бразильской стороны выстраиваются километровые очереди туристов. Поэтому советую приезжать с самого утра. Мне кажется, пока я дойду, водопады измельчают и осушатся. И даже если у тебя безлимитная карта, на своем джипе на территорию заповедника ты не заедешь. Всех туристов тут возят автобусы, чтобы не было пробок. Вот осталось буквально несколько километров до Чудо Света, если честно, я уже весь в предвкушении. А, слышите? Водопады волнуются. Меня ждут. На аргентинской стороне на машинах тоже не ездят. Туристов развозят поезд. А потом лабиринты тропинок приводят тебя прямо к чуду света. Я даже в кино такого не видела, я к вам клянусь. Вот это мощь, господи! Вообще, это даже не beautiful, это мало для слова beautiful. Водопадов не зря называют глоткой дьявола. Ты смотришь вниз и кажется, что там вот под лотой все пропадает. Потому что кроме молота не видно ничего. Я нигде такого не видела. Нигде. Игуасу нет равных в мире. Он на 30 метров выше и в два раза шире знаменитого Ниагарского водопада. Недаром, когда здесь была Элеонора Рузвельт, она сказала – бедная маленькая Ниагара. И действительно, Ниагарскому водопаду невозможно тягаться с водопадом Игуасу. Сюда сверху. Олежа, вот она, стихия. Пошли ближе. С бразильской стороны перед тобой открываются все водопады. Они обрушиваются как будто с огромного пьедестала. Если бы миллионы лет назад здесь не случилось извержение вулкана, не появилась бы эта прекрасная расщелина. И текла бы себе спокойно река Игуасу и было бы на планете на одно чудо света меньше. Я стою здесь уже несколько минут и понимаю, что это одно из немногих чудес света, которые нужно не только видеть, но и слушать. Прислушайтесь к этому чуду света. А самое интересное, что в течение всего года виды здесь меняются, некоторые водопады измельчают и всыхают и потом появляются вновь. То есть, по сути, это живой организм. И конечно, каждому хочется сделать на память фото с чудом света. Здесь есть специальные фотографы, которые сделают вам фотку. Специально обученные люди обдирать деньги. А, мой может оператора сфоткать? Спасибо! А если вы не возите с собой оператора, как я, возьмите селфи-палку. Я сейчас вам продемонстрирую. Вот так простая фотография на телефон. А вот так будет, если вы сфоткаетесь на инста-палку. Это все мокрое. Можно сказать, что у меня был прям такой взрослый поцелуй с водопадами Игуасу. Теперь я тоже хочу его потрогать. И у меня есть идейка, как это сделать. Что мы, ведущие решки? Чего мы хотим? Без удержного экстрима. Как? Смертельное купание в водопаде? Когда? В кадре, конечно. На аргентинской стороне есть тайное место, где можно бесплатно искупаться под водопадом. Следуйте по тропе Макуко, и она приведет вас к водопаду Сальто Арречья. Это, конечно, не глотка дьявола, но и я не самоубийца. Кстати, во многих племенах делали целые обряды инициации, посвящения именно под водопадами. Люди становились в эти строи и как бы соединялись с природой. Что я сейчас и сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ааа! 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 Аааа! Ааа! Аааа! 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 Такой малыш! А я еле стою. Я сейчас, значит, прям подкрую. Смотрим, как этот транспорт у тебя раздреливает этими каблами. Но видом я тут очень скользко. Практически невозможно стоять. Ух! 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 Мамочка! Они меня заставили! Я не хотела сюда идти! Я сошла! Все! Хорошо быть богатым туристом. Можно не рисковать здоровьем и не лазить по скользким камням. А взять за 480 долларов экстремальный тур к водопадам. Я уже летал над чудом света, я ходил рядом с чудом света, а сейчас приму душ из чудо света. Несите шампур. Прощайте, сухопутные, я отправляюсь к водопадам Игуасу! На бразильской стороне можно подплыть к водопадам до расстояния вытянутой руки. Звучит красиво. Страшно красиво. Водопадов еще не видно, но это приключение мне уже нравится. Это не какая-то ушатанная туристическая лодочка с пенсионерами. Это настоящий экстремальный дрифт! Да это шрафтинг! Вижу! Вижу водопады! Игуасу! Я к тебе лису! Вууу! Я сам ощущаю себя сильнее рядом с вот этим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На расстоянии кажется, что это маленькая безобидная струйка. Но у нее такая мощь, словно на тебя обрушивается поток гравия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Без нас там, дядя Тюрешета! Немножко тебя не стукнуть! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто первый увидел водопады Игуасу, дал им имя и может смело говорить о том, что это их дом? Местные индейцы – племя Гуарань. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Алина. Добро пожаловать. Спасибо. Как вас зовут? Я Лидио. Приятно познакомиться. Лидио – это на испанском, а на языке – гуарани караи татанды. Любой турист может бесплатно зайти в деревню Гуарани. Но если купите сувениров и заплатите, сколько не жалко, вам все подробно покажут и расскажут. Деревня всего на 55 семей. Живут в вот таких деревянных домиках. Дети учатся в школе. Два, шесть, три, два. А готовят все на общей кухне. Здравствуйте. А это что, картошка? Это наш хлеб. Мбоджапе. Как видите, есть то, что сохранилось столетиями. Готовка исключительно на костре. Никаких комфорок. Можешь попробовать? По вкусу такой постный хлеб. Вот обычный из пшеничной муки, воды, соли. За счет того, что есть вот этот запах костра, прям вкусненько очень. А чтобы не есть в сухомятку, местные запивают хлеб чаем с травами и углем. Не знаю, чему удивляться, хлебу в углях или того, что этот же уголь сейчас у меня в чае лежит. Пить нужно с ложечки. Ложечкой. Из-за того, что потушили уголь, прям кипятком, ты чувствуешь немного вот этот аромат костра из чашки. Уголек в чае для Гуарани, как для нас активированный уголь. Это хороший какой-то сорбент или как-то очищает тебя организм. Кстати, вы заметили эту упаковку позади меня? А, это угли. И используют они их вовсе не для готовки, а для изготовления сувениров. Видите, нагреваются угли. Они раскаливают вот этот вот железный брусок. Потом они делают оттиски на деревянных таких вот игрушках, поделках. Фактически это выжигание по дереву. Это насуха. Куаты. Куаты. Похожа очень. Еще одна страна, которая претендует на водопады – это Парагвай. Правда, ему достались не сами водопады, а просто река, на которой они отгрохали настоящую махину. Итайпу – самая большая дамба в мире. 7 километров в длину. На сайте пишут, что электростанция Итайпу обеспечивает электричеством 15 процентов Бразилии и почти весь Парагвай. Такая мощь слабо укладывается в моей гуманитарной голове. Оценить такой масштаб можно только с воздуха. Но чтобы полет не показался скучным, за 460 баксов можно прыгнуть над дамбой с парашютом. Если, конечно, переборю свой страх. Продолжается любимая продюсерами рубрика «Избавься от ведущего». Несмотря на то, что тут куча защиты, все равно кажется, что это просто набор веревок. Он говорит, не трогай, все я потрогаю. Я еще затяну, это в три раза сильнее. Да я уже не убегу, не убегу. Мы еще не оторвались от земли, а уже эта затея, кажется, очень сомнительная. Олеша, забери меня отсюда. Прощайте, ребята. Говорят, что это Гуарани нашли водопад и назвали его Игуасу. Это правда? Да, только Игуасу – это на испанском. Гуарани говорят Игуачу. Игуачу означает вода, а Гуачу – большая. Что для вас означает водопад? В Игуасу живет злой бог-змей. Каждый год наши предки приносили ему в жертву молодую девушку. Но сейчас мы редко к нему ходим, чтобы не разгневать злых духов. Я в шоке, потому что это такое место, куда приезжают люди со всего мира. Представляете, со всего мира, с разных глубинок приезжают увидеть эту красоту, а люди, которые открыли это место, не посещают водопады. А если кто-то хочет пойти к водопаду, мы проводим ритуал. Как раз наша молодежь собирается к Игуасу, так что можешь к нам присоединиться. Вот это небольшое здание из красной глины и палок – храм Гуарани. Здесь и проводят все ритуалы племени. Очень интересная деталь. Видите вот эти фрукты, которые подносят духом? Они обязательно не должны быть сорваны с дерева, только подобраны с земли. Так они показывают духом, что не собираются нанести вред природе. Мне кажется, это прям очень хорошая традиция. По кругу поются одни и те же слова. Они просят духов разрешить им пойти к водопадам и пустить тех, кто хочет туда пойти. Круг становится вокруг костра именно те люди, кто собирается посетить водопад. И такую простую комбинацию слов и танцев могли проводить часами, чтобы войти в какой-то такой транс особый и связаться со своими духами. Красивые люди с красивой культурой. Да я уже не убегу, не убегу. Прощайте, ребята. Он пристегнул меня крепко к себе. Видимо, скоро будем прыгать. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слушайте, ну начало неплохое. Яркие, красочные костюмы, танцоры, свет, музыка, мужики в шкурах потролись. Программа очень похожа на мой салат Оливье. В нем смешали песни и пляски народов из Южной Америки. Кстати, из-за того, что в этом шоу показывают самое большое количество национальных танцев, его и занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Радуемся и мух от еды отгоняем. Ого! Не дай бог, хотя бы одну бутылку уронит. Ей же никто из наших не простишь. Одна из вишенок программы – традиционная аргентинская танца. Олешка, я чувствую себя немного лишним на этом празднике жизни. Третьим лишним. Какая страсть. Какая грация. Какой разрез в платье. Слушайте, я удивлен. Я ожидал школьного самодеятельного концерта, а тут прям очень даже неплохое шоу. Но все равно я жду, когда начнутся бразильские пляски. Хочу увидеть эту широту бразильской души. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты же не настоящая. Тебе такое не должно существовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя любимая страна – это Бразилия. Мне нужна какая-то прививка от бразильянов ими более накончательно. Фуууу! Пожалуйста, не уходите из моей жизни! Водопады Игуасу посещают 2 миллиона туристов в год. Богатеньких туристов здесь не обделили и построили для них пятизвездочные отели, вроде моего «Луис Ютс Игуасу». Ночи тут мне обойдется – 18 тысяч гривен. Продолжение следует... Слушайте, уже очень поздно, можно я вам про свой номер завтра расскажу? Прям вот так расскажу, от и до, каждую ворсинку, каждую подушечку. Лучше рассказа в ревке не было, честное слово. Спокойной ночи, завтра такой рассказ у вас будет потрясающий, я вам завидую. В окрестностях водопада невозможно пройти мимо его пушистых местных жителей. Носухи – это родственницы енотов. Какая толстая носуха. Своим длинным носом эти зверушки чуют еду за километр. Они живут в джунглях, но на обед выходят к туристам. Там ничего нет. Ну такие наглые зверечки. Носух кормить естественно нельзя. Но они хорошо знают, что вместе с туристами приходят и вкусняшки и пытаются всячески их добыть из рюкзаков. Ой, 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 ой. У меня там ничего нет, пустой рюкзак. Нет, не прогрызла, но еды там нет. Эти милахи ведут себя как гопники – могут укусить, расцарапать и свистнуть ваши вещи. Так что лучше держаться от них подальше. День любого аргентинца начинается с чашечки мате. Это крепкий тонизирующий чай, который бодрит покруче кофе. Это исконно аргентинский напиток. Аргентинцы его пьют всегда и везде. Ходят по городу с термосом под мышкой и кружками. Как у нас с кофейными стаканчиками. Чуть меньше чем за 3 доллара вы получаете полный термос горячей воды. Специальная чашечка. Специальная ложечка, она же трубочка. И, собственно, сам мате. Пахнет какими-то травами. Осенью пахнет, короче, осенью. Мата делают из высушенных листьев падуба парагвайского. Это дерево, которое растет в Южной Америке. Так. Может я что-то не так сделала? Он должен быть горьковатый, но при этом и сладкий. У меня получился прям горький, как полынь. Ну нет, ну так и не вкусно. Индейцы гуарани считали мате эликсиром жизни и лечились им от всего. В моем отеле делают древнюю процедуру – бодрящий мате-массаж. Наверное, это самый действенный и приятный способ проснуться. Знаете, по ощущениям это как скраб-массаж. Как будто бы взяли горстку песка и вот сейчас пытаются с тебя стереть всю шелуху и старую кожу. А самый обалденный – это запах. Пахнет свежескошенным сеном. Попробуй. Нормально? Тебе нормально? Значит со мной что-то не так, потому что мне ненормально. Это значит не мой напиток. Этот мате на вкус оказался как самая горькая лекарственная трава. Мне не нравится. Вам, наверное, интересно, как выглядит мой номер? Все вот тут. Расскажу вам по памяти. Итак, в моем номере большое плетеное кресло, несколько столов, два плетеных куфика, кондиционер, огромная кровать, 4 плафона, 2 маски для сна, большая плазма, шикарная мраморная ванна, раковины, зеркало над ними, шкаф и туалет. И мне кажется, номер выполнен в эко-стиль. На фоне такого чудо света, как водопады, в Перто-Игуасу есть еще одно маленькое чудо. Прям крошечное чудо. Идем посмотрим. Этот зрительный зал здесь собрала маленькая птичка. Самая маленькая на земле. Калибри. Вот она, вот она, я вижу. Такая крошка. Для меня это птица из энциклопедии. Знаете, я никогда не думала, что смогу увидеть вживую. Чтобы посмотреть на Калибри, нужно идти не в зоопарк, а в сад частного дома по улице Фрай-Луис-Бельтран. Вход обойдется чуть меньше трех долларов. Просто один из жильцов придумал такую хитрость – развесить поилочки с сахарным сиропом, который очень любит Калибри. И теперь сюда приходят туристы и разросся целый бизнес. Привет, мои любознательные дружочки. С вами Армитола Костровская и факты про чудо-птичку в Калибри. Маленькое сердце Калибри делает от 500 до 1000 ударов в минуту, а на протяжении жизни сокращается до 4,5 миллиарда раз. Крылья Калибри делают до 100 взмахов в секунду. Так быстро, она просто зависает и все, крылья с такой скоростью двигаются, что ты их даже не видишь. Все, я не могу, я тоже сломалась, я тоже хочу фоточку с Калибри. О, вот, улетела. Надо просто притаиться, притвориться деревцем. Не дышать, всем не дышать. У нас получилось? Он вообще не птичку показывал, он показал там гопы, короче. Какая неловкая ситуация. Думала, мы обмениваемся фоточками птиц, а там женские трусы. Блин, я больше никогда это делать не буду, смотреть чужие телефоны. Как же я люблю, когда дорого-богато. Даже выпускать из рук свою премиальную карту Мастеркард не хочется. Хорошо, что можно вот так просто приложить и все. На бразильской стороне для туристов есть не дворик с одной птичкой, а огромный парк птиц. Тут собрали столько пернатых чудиков. Очковая сова, попугай-ара, венциносный журавль. Если этих я еще вспомнил из учебников, то о существовании вот этих даже не догадывался. Чернолобая абури, казуар, хохлатая паламидея, бритоклювый крак, голубой турака. А эти огненные красавцы – красные ибисы. Видите, покраснели, впервые увидели так близко ведущего орла и решки. Совсем недавно местные поняли, что их можно употреблять в пищу. И красный ибис, как бы это иронично не звучало, попал в красную книгу. Смотрите, а этот парень выглядит так, словно только что встал с похмелья. Это кракс. Вообще, это очень редкая птица на воле, их осталось где-то 200 особей. А раньше она вообще считалась мифическим существом и только в 19 веке доказали ее существование. Так что я сейчас рядом действительно с чудом света, хоть она и повернута ко мне не самой чудесной стороной. Ну конечно, конечно. Но главной достопримечательностью и символом этого парка считаются длинноклювые туканы. Блин, какой он красивый. Вблизи он еще красивее. Понял, понял тебя. Смотри, он тебя позирует, Олеж. Казалось бы, как они с таким клювом могут летать? Но на самом деле он очень легкий, как пенопласт. Говорят, такой большой клюв нужен туканам, чтобы доставать ягоды с длинных и тонких веток. Меня предупредили, что кормить туканов нужно очень осторожно, чтобы вернуться обратно с 10 пальчиков. Опа-опа-опа-опа-опа. Оп! Шоу с Татьяном на ваш праздник? А, это фламинго! Ребята, это фламинго, дитя заката. Вот они, грациозные, красивые, смесь птицы с несвразностью. Детеныши фламинго похожи на гадких утят. И только в два года превращаются в удивительно красивых птиц. А как фламинго становятся розовыми? Из-за пищи? Да, из-за еды и возраста. В два года у них наступает брачный период. Фламинго становится ярче, чтобы привлечь партнера. И, конечно, фламинго ест много креветок и рачков, поэтому становится таким розовым. А еще видите зеркала в вольерах? Они здесь для того, чтобы розовые создания не чувствовали себя одинокими. И фламинго видит, что тут огромная стая, чувствует себя в безопасности и спокойно откладывает яйца. Лайфхак. За дополнительные 48 долларов турист может прикоснуться к прекрасным птицам и даже покормить. На входе охранник. Ничего колюще-режущего. Слышите эти божественные звуки? Как будто теща ругается. Опа, опа, тихо, тихо, тихо. Я свой, я свой. Он больше брызгает, чем ест. Ну ты, конечно, грязнюля. Все, подошел фламинго, все маленькие усилили. То, как они едят, это, конечно, отдельное шоу. Смотри. Маленький мотор заработал. Слышите этот звук? Фламинго блендер. Ну конечно, ну камон. А что они едят? Давай попробуем. Какое-то соевое молоко с какими-то бобами. Как ты это ешь, Фрэнк Старина? Ну если честно, поганенько на вкус. Какое-то прокисшее молоко. У меня ощущение, что Фрэнка заклинило в моей пиалке, потому что он не вылезает уже 20 минут оттуда. И пыхтит, как вот этот паровоз. Клюв фламинго похож на дуршлаг. Во время приема пищи птица опускает голову под воду, сквозь клюв процеживает жидкость. Самое вкусное съедает, а лишнюю воду выплевывает через отверстие в клюве. Извините. Извините. Слушайте, первый раз в жизни кормил фламинго. Я доволен, несмотря на то, что я полностью во фламинго сейчас. Но это было круто. Какие они все-таки милые животные. До свидания. Благодарю. Старина Фрэнк. Увидимся. До свидания. Прячу бутылку недалеко от чудо света. Скоро тут будет несколько потенциальных бутылок аргентинского венца и большой сочный стейк. В городе Пуэрто-Игуасу найдите отель Соль Катаратос. Всего в паре шагов от него есть дерево, за которым и спрятан наш клад. Можно снять десятки фильмов и выпусков про водопады Игуасу. Но передать вам через экран всю эту дикую необузданную силу природы, к сожалению, невозможно. У меня сейчас село мурашивает, оно невероятно красиво. Это даже не бьюрифл, это мало для слова бьюрифл. Игласуууу, я к тебе лисуууу. Я, ну нигде такого не видела, нигде. Вот ради таких мест и стоит путешествовать. Он показал там глупы короче. Ну конечно, ну камон. Чудо свет. Девушка, разрешите к вам подкатить? Приключениям не подбросить. Привет. Привет, ну рассказывай. Да что говорить, Антон, это надо чувствовать. Водопад они очень приятный. Я не знаю, как объяснить это родственникам. Вот как им рассказать? Это как наши фотообои в коридоре, только они двигаются. И это просто невероятная красота. До встречи в следующем чуде света. Напомни. Озеро Титикака в Перу. Там будет очень много воды. Подожди, а у меня для тебя есть сюрприз. Закрой глаза, закрой глаза и не подглядывай. Только честно, не подглядывай, обещаешь? Обещаешь? Не подглядывай. Секунду, не подглядывай. То есть он сейчас забрал золотую карту и уехал на машине. Да? В этом сюрприз состоит. Шикарный сюрприз. И поверь, чтобы ты хоть немножко почувствовала себя как я. Ну как, ну как. Я хотел, чтобы ты почувствовала себя как я. Стала чудом света, Алиночка. Алиночка. Это же шутка. В заголовках там пишут. Зайцев подмочил репутация Островская. Это же шутка, Алин. Серьезно. Ну это же дерзкий сезон. А Зайцев и Островская. Алина. Алина. До встречи в следующем чуде света. Озеро Титикака. Осталось в следующем чуду. Алина. Алина.